Подружки, привет! У нас сегодня с вами день шопинга. Ура-ура-ура! Наконец-то настал тот день, когда мы с вами будем делать самые первые покупки для новорожденного малыша. Перед тем, как запланировать этот шопинг, я пересмотрела видеоролики на своем канале с того времени, когда делала самые первые покупки для новорожденного, когда была беременна Рэмом. Я покупала то пятое-десятое, я смотрела кучу обзоров на ютубе. И в целом, если посмотреть мои видеоролики, то я сижу в куче добра для маленького ребенка и мамы и выгляжу, в общем, в целом, как, знаете, бабка с конца 90-х, которая только что приехала вот с такими клетчатыми сумками с литовского рынка. То есть у меня вообще были горы всяких разных предметов и товаров вокруг. И говорила я обо всем и показывала вам все подряд. В этот раз я решила как-то структурировать немножечко наш процесс. В силу того, что, во-первых, у нас с вами еще очень много времени до родов, сейчас только заканчивается мой первый триместр, то я решила разделить все предметы и товары, которые мне понадобятся для моего малыша, по категориям. Сегодня у нас с вами транспортировка детей. В эту категорию пока у меня входят всего два предмета. Первое – это коляска. Второе – это автокресло для новорожденного малыша. В комментариях и в директе вы уже меня спрашивали, что же я буду делать с коляской. Оставлю ли я свой Фокс, которым пользуемся мы сейчас. Буду ли я покупать новую коляску. Будет ли это коляска двойной коляской для погодок. Или это будет классическая коляска для новорожденного. И может быть более легкая прогулка для Рэма. Кто-то еще спрашивал, буду ли я вообще менять бренды. Буду ли я в этот раз выбирать так же, как и предыдущие свои коляски Бугабу. Или, может быть, вообще посмотрю что-то другое. Так вот, сегодня буду отвечать на все эти вопросы. Во-первых, я уже выбрала конкретную коляску и уже выбрала конкретное автокресло. И все это уже заказала. И конкретно вот мои коляски и автокресла уже приехали в магазин «Аланд», в который мы сейчас с вами отправимся. И мы будем с вами, во-первых, распаковывать и коляску, и автокресло. И также будем это все дело дополнять аксессуарами. Для того, чтобы наши прогулки, поездки и прочие наши передвижения были максимально комфортными и безопасными как для малышей, так и для меня. «Аланд» предоставляет мне все эти гаджеты. И именно благодаря этому я смогла выбрать вот прям то, что я хочу. Самую дорогую, самую крутую и самую упакованную коляску. И автокресло, о котором я мечтала, мне кажется, с рождения еще Рэма. Но мы в тот раз не купили это автокресло. Я вот все ходила, смотрела на свою подругу, у которой оно было, слюнявилась и понимала, что когда придет время рожать второго ребенка, это автокресло я 100% приобрету. Так что сейчас заканчиваю болтать, допиваю свой сок, и мы с вами отправимся в «Аланд» для того, чтобы уже посмотреть на наши коробочки и уже все собрать. И тогда я буду вам рассказывать, почему, что, как выбрала. Буду показывать самые главные функции. Но в целом будем с вами наслаждаться первыми моими покупками для новорожденного малыша. Я думаю, день у нас сегодня будет с вами классный. Вот оно, мое, подружки. Эх, рай для деток. Слава Богу, кажется, сегодня нет с собой. Он бы опять не выдержал бы этого. Подруги, привет! Как ваши дела? У нас? Угадайте, у меня хорошее настроение сегодня? Настроение очень хорошее, потому что это вот мое, да? Вот это вот мое. Я приехала вот за этим. Смотрите, чего тут. У-ху! В общем, это мои коробки, подруги. Все это мы будем сейчас с вами собирать. Как вы уже на коробках видите, автокресло «Дуна» – моя мечта, которую я в снах своих вижу уже давно. Так что сегодня мы ее соберем, добавим аксессуаров, и это будет наше первое автокресло и колясочка городская для маленького новорожденного малыша. А вот эта красота – это «Бугабу». Понятное дело, что кто меня знает, вы, наверное, и не сомневались, какую коляску я выберу, это, конечно же, «Бугабу». Только в этом случае модель, которой мы не пользовались ранее. Значит, у нас с вами была «Хамелеон», помните, да? С маленькими передними колесами, перекидной ручкой, ручным тормозом. Потом у нас была «Фокс». Ну, или, точнее, сейчас у нас она уже есть «Фокс». «Фоксом Стеллар» мы по сей день пользуемся. И еще одна штука, которая нам понадобится после рождения второго малыша – это, конечно же, «Донки-3». Вот она, моя красота. Я ее уже катала и пробовала ранее, когда мы только-только выбирали коляску и определялись, и по итогу выбрали «Хамелеон». И эта коляска, она, конечно же, очень крутая, когда у тебя есть двое детей. Или двойни, или погодки. И также эту коляску можно сделать моно, просто с одним ребенком. Поставить на нее либо люлечку, либо прогулочный блок. Шириной она всего 60 сантиметров и пройдет в любой стандартный проем доверий. Но плюс ее в том, что здесь вот есть такая крутая корзина, которая вмещает 10 килограмм полезного груза, и плюс ко всему еще 10 килограмм внизу. Короче, это просто коляска-танк для любой практичной мамы. Ну, а я мама, ну, не самая, может быть, практичная, но сумасшедшая по бугабу, поэтому я в этот раз выбрала для себя «Донки-3». У нас будет, значит, какой вариант? В моно мы ее сделаем, это для начала. То есть корзина и прогулочный блок, например, для рема, пока мы будем в Риге. Потом, когда родится второй малыш, мы добавим сюда люльку, и рядом встанет прогулочный блок. То есть оба ребенка смогут сидеть вместе. А так как Рэм у меня абсолютно колясочный ребенок, я предполагаю, что к тому времени, как родится второй, он будет сидеть у меня в коляске. Ну и в целом это будет крутая двойная коляска, которая проедет везде. И учитывая, что первый какой-то месяц-два я буду одна без помощи Арса, то любая поездка для нас, она, ну, будет такой, более проблематичной, чем с одним ребенком. Следовательно, мне нужна вот такая вот коляска-танк, которая проедет везде. Короче, подруги, мы сейчас с вами будем собирать вот эту всю красоту. Точнее, вот с этими подругами я буду это все собирать. И как только мы это соберем, буду вам показывать, рассказывать, какой дизайн я выбрала, какую расцветку я выбрала. Ах, и все, короче, покажу. Все, пошли собирать. Та-ра-ра! Подруги, смотрите! Это просто невероятная прелесть. Смотрите, какая красота. Давайте все по порядку. Значит, рассказываю. Во-первых, это у нас Бугабу Донки 3. То есть это новая коллекция серии Донки. И в линейке Минерал. Линейка Минерал от других отличается тем, что у нее особенная ткань. Во-первых, это ткань очень высокого качества. На ней не останутся никакие зацепки, царапки и прочие повреждения. Она наиболее устойчива к разным-разным ситуациям. И плюс ко всему цвета. Они, конечно же, очень-очень классические, очень красивые. И такие, которые останутся актуальными на долгое-долгое время. То есть это та коляска, которую вам не придется менять, если, например, в новом сезоне модные другие цвета. Хотя, если хочется разнообразия, понятное дело, что при помощи замены капора или дополнительных аксессуаров внутрь коляски она заиграет новыми цветами, она может быть ярче. Здесь она очень такая классическая, сдержанная. Действительно, очень красивая. Причем это Минерал черного цвета. И этот черный цвет, он очень сильно отличается от стандартного черного цвета других коллекций. Вот, например, обратите внимание, она такая сероватая. Все-таки, наверное, сероватый оттенок. А если посмотреть на Бугабу, вот Black, черную, обычную, либо Донки, либо Хамелеон, то это, конечно, прям черная-черная. Вот классическая черная. В этом случае все-таки она светлее. И, что мне очень нравится, эмблема Бугабу в этом случае, она вышита. Что нового? Во-первых, открывается вот здесь вот дополнительное окошко. Это означает, что вентиляция в этой коляске, она улучшена. И плюс, конечно же, я смогу за малышом следить в любое время. Как за малышом в прогулочном блоке, так и за малышом в люлечке. Это очень здорово. И причем эмблема, она, видите, вышита и изнутри, и снаружи. То есть, как бы я ее не повернула, будет все красиво. Также, конечно, как привычно, уже здесь есть еще молния, которая раскрывает капор вот прям до конца. Если ребенок спит, то он, естественно, может спать очень комфортно. Просто потому, что это все дело закроется. И при помощи дополнительной вентиляции ему будет действительно очень комфортно спать. Значит, первое, что мы собрали. Здесь у нас вариант моно, когда у нас один ребенок. Что у нас по весу? Этот прогулочный блок выдерживает до 22 килограмм ребенка. Сумка до 10 килограмм. И корзина внутри еще 10 килограмм полезного груза. Коляска становится просто таким грузовичком для мамы, для того, чтобы руки были свободны. И прогулки в магазин или, в принципе, путешествия, там, я не знаю, с детскими всякими игрушками и вещами стало намного более удобным. Причем, посмотрите, что в минерал с сумкой. Эта сумка просто бомба. Потому что она может использоваться просто как отдельная сумка. Ну, например, сумка в роддом. И от обычной Данки 3, например, или Данки 2, она отличается тем, что здесь корзина, она вот прям как корзина. И в новой коллекции, в обычной Данки 3, она имеет крышку, которая закрывается на молнию. В этом случае, опять же, у нас вот прям безумно красивая, стильная сумка, с которой действительно я смогу, ну, я не знаю, ну, правда, хоть народу идти, сложить все свои вещи. И эта сумка будет служить не только на коляске. В случае моей коляски у нас черное шасси. То есть я выбрала абсолютно черный вариант, поскольку, ну, мне эстетически так нравится больше. Колеса у нас поворотные 360 передний, задние не поворотные. В случае, если я с Данки попаду, например, на пляж или на дорогу, по которой трудно ехать, есть препятствие, она просто создаст колеи и будет идти, вот, прям как по рельсам. У меня нет больше необходимости обязательно ставить ее на два колеса, хотя в этой коляске такая функция есть. Также ее можно поставить на два колеса, если в этом есть необходимость. Плюс ко всему, колеса у нас черные матовые, они не надувные, что означает, у меня не будет проблем, например, если бы колеса были надувные, и не будет риска прокола. И, как обычно, здесь все функциональные кнопки, они у нас белые, поэтому я очень легко пойму и соображу, как ее раздвигать, где тормоз и где какие кнопки, которые мне нужны, например, для того, чтобы ручку сделать длиннее и короче и сложить ее припарковать. И уже стандартной функцией для Бугабу, конечно же, есть петля безопасности, которая одевается на руку мамы. Бугабу, конечно же, Ну вот, подруги, мы поставили люльку, и вот так выглядит коляска, когда у нас уже двое деток. Максимальная ширина при вот этих двух блоках – это 74 сантиметра. Стандартный проем двери 80, поэтому она должна пройти через большинство проемов двери. Ну, будем смотреть, как мы с этим будем справляться в парадной моего дома. Надеюсь, с этим проблем не будет. Что у нас здесь по люлечке? Смотрите, какая красота. Во-первых, здесь есть защита для малыша, чтобы было теплее и удобнее. Дальше здесь уже открыто вентиляционное окошко, которое в люлечке достаточно такое просторное, большое. В случае необходимости это окошко можно спокойно закрыть, и ребенок, например, если он спит на улице солнечный день, тогда ему ничего мешать не будет. Также можно открыть капор и закрыть этот капор вот прям до конца. В комплектации коляски для обоих блоков и для люльки, и для прогулочного блока есть дождевики. И вот отдельным аксессуаром я в коляску заказала вот такой вот прекрасный конверт и шерстяной на матрасник, который позволяет сделать прогулки ребенка в этой коляске еще более теплыми и комфортными. И также, что меня очень-очень порадовало, что в комплектацию этой коляски входит еще ткань для второго прогулочного блока. Это ко времени, когда малыш из люльки вырастет, и тогда я смогу в этой коляске катать двоих детей в двух прогулочных блоках. То есть мне в случае вот моей коляски не нужно будет докупать абсолютно ничего. Но понятное дело, что у Бугабу есть разные комплектации. И в случае, если мама покупает, например, моно-вариант, и она не хочет тратиться на дополнительные аксессуары или прогулочные блоки, она всегда это может сделать потом, в случае, если появится такая необходимость. И еще в сумке-то своей я обнаружила подарочек от Аталант. Посмотрите, какая прелесть. Вот это мне очень нравится, когда очень красиво упакованные подарочки, очень неожиданные. Пойдемте посмотрим, что внутри. И вот смотрите, что у меня в коробочке, какая прелесть. Со словами hello. Это, в общем, будет здороваться со мной мой малыш, когда он родится. Это у нас будет комплект на выписку. В общем, что в этот комплект входит? Первое, это у нас комбинезончик с длинными рукавами и закрытыми ножками. Все швы, они наружу для того, чтобы малышу было комфортно, не дай боже, ничего не раздражало его нежную кожу. Также у нас здесь антицарапки. Маленькая, супер маленькая шапочка. Потом у нас запашоночка. И еще штанишки также с закрытыми следочками. Вот такой вот классный подарочный комплект на выписку малыша. Спасибо тебе, Алант. Мне кажется, прелесть невероятная. Вы просто молодцы. И вот, подружки, вторая моя любовь. Это Дуна. Это просто что-то невероятное. Я вот прям даже не знаю, чему я сегодня рада больше. Дуне или этой великолепной коляске от Бугабу. В общем, рада всему, потому что это действительно исполнение моей такой маленькой мечты. В общем, для тех, кто не знает, что такое Дуна. Дуна – это если не первое-единственное, но мне кажется, первое-единственное автокресло, которое при нажатии одной кнопки превращается в маленькую городскую колясочку, которая дает маме возможность не тревожить малыша, если он, например, уснул в автокресле, отправиться в поликлинику, в магазин, в торговый центр, по каким-то городским недолгим прогулкам или просто по делам, если нужно, например, после рождения малыша оформить документы или заняться какими-то делами. Короче, вот эта маленькая прелесть, она дает полную свободу маме и абсолютно полную свободу комфортного передвижения. При нажатии одной кнопки превращается в автокресло, которое можно устанавливать в машину и на базу Isofix, и просто на сидении при помощи обычных штатных ремней машины. Здесь у нас цвет Royal Blue. Я даже не знаю полу-малыша, все-таки выбрала синий цвет просто потому, что он мне безумно-безумно нравится, особенно в сочетании с желтым брендом компании Дуна. Вот здесь вот козырек, он очень легко открывается и закрывается. Что у нас внутри? Во-первых, у нас внутри здесь прекрасный вкладыш для новорожденного малыша, для того, чтобы поддерживать его спину для безопасных поездок в машине. Это очень важная вещь, она обязательно. До трех месяцев, вот сто процентов. И здесь уже в комплект входит этот прекрасный вкладыш. Он будет защищать и поддерживать спину, голову ребенка, ему будет действительно очень-очень комфортно. Также здесь есть ремни безопасности, при помощи которых я пристегиваю ребенка к этой колясочке. Потом я заказала отдельным аксессуаром вот такую вот прекрасную муфту для ножек, чтобы ребенок был всегда в тепле. Так как родится мой ребенок в конце сентября, будет еще не так холодно, чтобы прям его помещать в конверт. Я думаю, муфты на ножки будет абсолютно-абсолютно достаточно. Потом дальше, что у нас здесь еще? Есть у нас сумка, которая цепляется на переднюю часть Дуны. И в эту сумочку можно положить какие-то мелкие предметы, ну, например, подгузники, все, что нужно, чтобы ребенка переодеть. Здесь также есть еще в комплекте с муфтой вот такой вот пеленальник, который можно использовать вне дома. Также в случае, если я, например, не буду использовать изофикс, то здесь входит в комплект также вот такая вот защитная ткань, которая стелится на сидение, чтобы защитить сидение от грязных колес. Потом еще есть отдельным аксессуаром дождевик, который можно одеть на Дуну. Это очень крутая штука. И для более холодного времени вот у нас полноценный конверт, также с прорезями для ремней. В общем, эта штука будет также защищать ребенка и позволит ему быть в максимальном тепле и комфорте в своей маленькой Дуне. Вот, кстати говоря, изофикс. Так выглядит вот это крепление, которое ставится стандартно на сидение, остается на сидении. И при помощи вот этой штуки можно прицепить Дуну очень-очень легко и не мучиться с ремнями. Вот так вот в готовом виде это все выглядит. То есть изофикс ставится на сидение автомобиля, и на него просто крепится щелчками наша прекрасная Дуна. Нажимаем на одну кнопку и просто снимаем. Потом дальше сзади есть кнопочка. Хопс, колеса опускаются. Когда у нас ручка стоит абсолютно вертикально, кнопка, которая нажимается для удлинения ручки, она просто не работает. Это для того, чтобы мама нечаянно не нажала эту кнопку, и чтобы ручка не удлинилась в момент, пока еще колеса не готовы встать на землю и не были зафиксированы. Но для того, чтобы активизировать эту кнопку, нужно нажать на две клавиши внизу, и тогда вуаля, кнопка работает, и ручку можно удлинить для комфортной поездки. У нас есть две очень понятные кнопки. Красная для того, чтобы активизировать тормоз, зеленая для того, чтобы тормоз снять. Передние колеса у нас поворотные, задние не поворотные. Ну и, конечно, напомню, это городская колясочка для недолгих прогулок, чтобы ребенок мог спать спокойно в своем автокресле, чтобы его не тревожить. Но здесь, конечно же, нужно соблюдать все меры безопасности и ребенка из автокресла извлекать, так как это сказано, по возрасту, и не превышать это время. Хотя с Дуной, мне кажется, это очень сложно. Уж классная коляска, и сильно комфортабельная она сделана. Ну вот, подруги, такие вот у меня сегодня покупки. Я уверена, что моя семья будет с огромным удовольствием пользоваться и Дуной, и Bugaboo Donkey 3. И моя задача в будущем вам давать отчеты, как же эта коляска и автокресло ведут себя в реальной жизни, в практике, в использовании с двумя малышами. Это, я думаю, будет очень интересно. Ну а на этом сегодня я с вами прощаюсь, желаю вам доброго дня, и мы с вами увидимся в моем следующем видеоролике. Пока!